Алматы уже популярен среди туристов, а продукцию алматинских производителей будут активно продвигать на внешний рынок. Рекламировать отечественное производство, извините, обещал министр инвестиций и развития осет Исекеша. Фонд с рабочим визитом в мегаполисе и сегодня посетил фабрику по производству одежды и обуви. Ознакомился с проектом Большой Алматинской кольцевой дороги и ходом строительства трассы Алматы-Капшигай. Там была Айр Кирмек. Министр Исекешев сразу присмотрел черные кожаные туфли. Еще ему понравились пиджаки, брюки и рубашки. Он даже пообещал, если вещи будут качественными, рекомендовать их членам правительства. Эта фабрика работает только год и уже столкнулась с дефицитом кадров. Профессиональных технологов, моделиров, дизайнеров в Казахстане мало. Проблемы в кадрах. Хорошие специалисты нужны с Италии, с Германией, с Польшей, с Турцией, которые, честно говоря, на 50 лет ушли вперед по легкой промышленности. Нам стоит вопрос задать, чтобы догнать ее тоже, чтобы быть конкретно способен на рынке. И еще какая особенность этой дороги? Она вот на двух местах подхода к самому же аркенту. И вот начиная от Чарына, двух-трех местах, барханные места, где, значит, очень большие насыпи мы делаем. Главе министерства доложили и о ходе строительства дороги Алматы-Харгос протяженностью в 34 километра. Этот участок – последний этап международного транзитного коридора Западная Европа-Западной Китая. Прокладывают трассу зарубежные компании за счет собственных инвестиций. Ведется и реконструкция дороги Алматы-Капшигай. Открыть проезд планируют уже в следующем году. Большую алматинскую кольцевую дорогу начнут строить в конце следующего года. До этого проект откладывали. Почему задержка была в строительстве? Буквально 2-3 года назад выкуп земли стоил почти 50 миллиардов тенге. Сейчас выкуп земли для Альтимата-области обошелся в 5-6 раз дешевле. Потому что стоимость… Мы пошли по другому маршруту, во-первых. Мы пошли по тем участкам, где нет населенных пунктов, постарались обойти. Протяженность кольцевой дороги – 66 километров. На ней будет 6-ти и 4-х полосные движения. Ожидается, что ежедневный поток машин превысит 38 тысяч. Дорога откроется в 2018 году. И тогда на автобане можно будет прокатиться со скоростью 150 километров в час.